Несмотря на то, что я 12 раз был арестован и был в Сибири, как политик, но на самом деле я не политик, я поэт. Но хотя бы скажем, что это относительно, потому что все-таки наша жизнь, жизнь всех людей связана с политикой, никуда не денешься. Видимо, это так, что всякая диктатура немножко относится к литературе. С осторожностью, немножко с боязнью. Если вы помните, в гитлерские времена тоже многих поэтов, писателей арестовали, убивали. И многие были эмигрированы, выехали за границу. Это для них важно было, сохранить свою жизнь, сохранить возможность творить. В то же время и в Советском Союзе многие поэты, писатели были арестованы и уничтожены физически. Хотя вот такие писатели, как Солженицын, сумели сохранить жизнь, повышая за границу. Но и вот все это, почему все это я говорю, все-таки власти, которые избрали себя под диктатуру, они боятся литературы. То есть честное слово литература. Поэту преследуют и сейчас. Особенно в Центральной Азии поэзия имеет особое значение, чем в Европе и в других странах. Потому что узбеки, туркмены, казахи вообще-то поэтизированный народ. Скажем, в Узбекистане сидят старые люди и сидят вместе с собой. И чтобы доказать свою правоту, приводят пример стихи древних поэтов. Такой-то поэт сказал об этом так. И такой-то поэт сказал это. Я скажу, например, мою другу, которая сидит в тюрьме, Юсуф Чума, такой талантливый поэт. Почему ее арестовали? Да, власти, не только высшие власти и местные власти, боялись его слова. Он был очень популярным. Его стихи читали на Иисус. Почти вся молодежь в Узбекистане. Это начало становиться опасным для власти. Я не могу сказать, это оружие или неоружие. Но слово настоящего поэта, настоящего писателя кое-что стоит. Человек, каждый человек родился свободным. Потом становится рабом атмосферы, рабом политической системы, рабом положения и так далее. Но свобода, слово свобода, она полная. Я не говорю, что есть полная свобода слова. Это, конечно, относительно. Но все-таки свободное самопереджение должно быть и мы должны защищать и должны сказать свое слово. И защищать право сказать свое слово. Это очень важно. И для наших народов, я говорю, когда я говорю нашего народа, я могу сказать и наших народов. Это интересный момент, потому что мы все туркмены, казахи, узбеки, киргызи, корни единицы. Да, конечно, я считаю, что поэзия сыграла большую роль в этом деле. Потому что с древних времен наш народ, как я уже раньше сказал, поэтизированный народ и народ слушает поэтов. Не только не тех, кто, наоборот, служит временным властям. Вот это я считаю, что они временны. Потому что я уверен, что они недолго будут еще существовать. Потому что народ, наш народ имеет общие беды, общую трагедию. Настоящее художественное слово имеет силу все-таки и будет играть свою роль. Я могу сказать несколько слов о моем близком друге Ширале Нурмухамедове, с которым мы в Москве были вместе и потом много раз встречались в разных странах, Финляндии, Польши и так далее. Он был очень талантливый парень, очень правдивый, мужественный. Он два года сидел в российских турбах. Потом получил полицейское убийще в связи. Он еще пишет, мы часто созваниваемся. И он, как я сказал, в последнее время начал писать на русском и на советском. Я не верю этому, что он, я знаю, что он настоящий поэт. И он настоящие свои произведения могут писать только на родном языке. Это для поэта очень важно. И он не ищет такой фальшивой популярности. Это как настоящий поэт. Ему это не нужно. Он довольно сам популярен сегодня. И, я думаю, в будущем много раз возрастет его популярность у себя на родине. Потому что его стыки я читал с вашим наслаждением. Удачи! И. 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 alguien поэт. Удачи!